Задача коллективных действий Поскольку курс у нас посвящен политическим составляющим социально-трудовых конфликтов, вот я хочу взять один вопрос из раздела в политической сфере. Я думаю, что вы познакомились или познакомитесь с программой Федерации процедур России «Задача коллективных действий» на сайте Фонда Рабочая Академия, она прямо на первой лицевой стороне слева стоит, открыли и почитали. А хочу выделить один особо важный пункт, который в эту программу попал. «Осуществление права отзыва депутатов на основе принципа выборов через трудовые коллективы, которые делают отзыв, осуществимым практически». Вот как-то мне пришлось в Москве на одном из съездов рабочих России защищать этот пункт, потому что там присутствовал некто биец, представитель революционной рабочей партии России, троцкистской. И он говорил, что вот вы тут занимаетесь всякими экономическими вопросами, далекими от политики, надо взять политическую власть и так далее. И я, поскольку я был там председателем редакционной комиссии, и мне нужно было на всякие замечания отвечать, я ему в качестве ответа обратил внимание на то, что целый ряд таких серьезных вопросов, которые ставят профсоюзы, они, конечно, затрагивают политическую сферу. И они не только затрагиваются или собираются поставить, они уже есть в решении Федерации профсоюзов России, которая принята на съезде соответствующих профсоюзов. И вот в частности вопрос о праве, об осуществлении права отзыва депутатов на основе принципов выборов через трудовые коллективы, которые делают отзыв, осуществимым практически». «Сорона стоит перед катастрофой. Завтра остановятся заводы. Профсоюзные деятельности становятся маловозможны. И вы это отлично знаете, когда заводы встают, когда идут сокращения. Сейчас может быть поставлен вопрос только о политическом решении проблемы». «Теперь давайте внимательно ознакомимся, что предлагаете. Значит, направить рабочую организацию завоевание в власть к рабочему классу. Значит, вы хотите власть туда завоевать, которая есть, или создать свою?» «Свою создать». «Свою. Значит, чтобы создать свою. Я так понимаю, большинство съезда, и это вытекает из тех выступлений, которые живут. Из предыдущих документов рабочих организаций, собираются создать власть рабочих в виде советской власти. Так? Так. Есть зависит от того, чтобы создать советскую власть, чем товарищ и согласен. Значит, как минимум, для того, чтобы сварить рисовый плов, надо иметь рис. Для того, чтобы создать советскую власть, завтра, надо сегодня иметь советы. Есть сегодня советы? Нету сегодня совета. Это очень плохо. Но надо, конечно, направлять все свои усилия на создание совета. Что такое совет? Советы это... Вот если мы сейчас кого-то изберем, будет совет? Нет. Советы это органы забастовочной борьбы. Они родились так порождение. Они по смыслу органы забастовочной борьбы. И вот в той программе, которая почему-то хочет, я не очень понимаю, почему, отбросить товарищ Беевск, обратите внимание на пункт в политической сфере. Принятие, значит, третьей звездочкой. Осуществление права от отзыва депутатов на основе принципа выборов через трудовые коллективы, которые делает отзыв осуществленным практическим. Так вот, уважаемые товарищи, дождите. Принцип выборов через трудовые коллективы, это и есть советы. Потому что советы определяются не потому, что руки подняли, а потому, что руки подняли по заводам и по фабрикам, по вашей типографии, по ЗИЛу, по Магнитогорскому комбинатору и так далее. Вот когда будут избраны вот такие вот органы советы, тогда что у нас будет? Тогда у нас будет сначала двой власти. А вот после того, как будет двой власти, можно поставить вопрос о том, что хватит за все двой власти. Устали, мы уже тут обсуждаем, надо уходить. И тогда бы выбежал тут, вот, товарищ Бейт сказал, завтра нужно брать все, а я не продал. Здорово устал. Спасибо, дорогой товарищ Попов. Пожалуйста, товарищ Бейт. Коварищи, сколько можно говорить? Ну, расскажите наконец-то. Хватит. Товарищ Бейт, я сказал, хватит. Значит, о чем тут идет речь? Тут речь идет о том, как вообще формируются представительные органы власти. Представительные органы власти, как правило, мы наблюдаем в буржуазных государствах, как формируются. Есть политические партии, они ведут между собой полемику соответствующую. Есть политические лидеры, есть политические программы. Они имеют возможность финансировать свою избирательную кампанию. Как? Согласно закону о политических партиях, каждая партия принимает на свой избирательный счет пожертвования. Причем, если вы проследите за характером этих пожертвований, объемом пожертвований, то существует очень строгая зависимость между количеством пожертвований той или иной партии и количеством избирателей, которые она получила с положительных голосов избирателей, то есть людей, которые за нее проголосовали на выборах. Ну, это понятно, как делается, и почему эта связь существует, потому что выборная кампания предполагает, что каждая партия доносит до избирателей, как бы для всех, то, что есть у нее в программе, то, что соответствует целям ее деятельности, ну и тот, кто располагает большим объемом денежных средств, соответственно, и большему числу трудящихся граждан, избирателей доносит. Причем, каким образом? Через разные средства массовой информации. Самое мощное средство информации на сегодняшний день – телевидение. Также не менее мощным средством информации являются газеты разные. И в интернете делаются всякие разные ролики, заказываются, которые стоят, как известно, денег. А также существует агитация на улицах. Самые богатые политические партии или их представители вешают большие билборды огромные, которые едут люди на автомобиле и видят, за кого им голосовать. Если у вас нет таких денег, ну вот вы делайте законы, напечатайте и повесите. А команда тех, кого нанимают в выборную кампанию, это тоже все в рамках закона о политических партиях, может пойти и вас черным зачерпнуть или сорвать. А лучше просто взять и наклеить большие цветные плакаты прямо по вашему материалу. Причем вы проходите раз в неделю и снова обновляете свою агитацию. А тут люди каждый день приходят и как часы заклеивают вашу и наклеивают свою. В итоге вас никто знает, не знает, и фамилии ваши неизвестны никому. А другие проходят депутаты, но они дают различные обещания. Мне как-то пришлось полемизировать с одним товарищем, который рассказывал, какая хорошая программа у «Справедливой России». Я говорю, ну принесите мне программу партии «Справедливая Россия». Он не смог привезти программу, приносит мне программу. Я говорю, так это превыборная программа. Это есть две большие разницы – программа партии и предвыборная программа. Правильно? То есть наобещать – на выборах. На обещаниях люди голосуют. А в программе партии это не стоит. То есть это никто не собирается делать. Ну хорошо бы это сделать, но никто этого не собирается делать. Я говорю, вы не видите там вот тираж «миллион», «миллион тираж», Маленькое слово «проект» вы не заметите. Даже и программа предвыборная не предвыборная программа, а проект. Этот проект раздается, а какая предвыборная программа? Они скажут, это не наша предвыборная программа. Мы вынесли вам на обсуждение своего предвыборного программы, вы нам ничего не прислали. Поэтому никакой у нас предвыборной программы нет, мы ее не имеем, и все. Кто не имеет права задавать денежки в избирательные фонды, не имеет права сдавать какие-то организации или лица, которые имеют иностранный капитал Какие-то фирмы и организации с иностранным капиталом не имеют права сдавать в избирательный фонд Поэтому только отечественный должен быть избиратель, капиталист, только он может безгранично отправлять деньги в избирательные фонды Какая ответственность у депутатов за выполнение тех обещаний, которые они давали во время избирательной кампании? Какая? Никакой Вот товарищи профсоюзники озабочены этим, поскольку речь идет не только о рядовых членах профсоюза Это уже собрались профсоюзы, их руководители Они озабочены тем, что депутаты, которые им тоже обещают, мы сделаем, мы организуем, мы поставим вопрос, мы внесем Ничего не делают Ну вот мы уже с вами говорили о том, что во время последней шумной сессии, которая рассматривала пенсионный вопрос Никакая партия, кроме «Единой России», никакого проекта пенсионного больше не внесла И не только никакая партия, даже ни один член никакой другой партии никакого другого проекта не внес И президент не внес никакого другого проекта Единственное, кто все-таки пошевелился, это при втором чтении президент внес свои поправки И все А все остальные, которые протестовали, я имею в виду и «Справедливая Россия», там много депутатов И Компартия Российской Федерации, мы коммунисты возмущены, не знаю, в чем вы возмущены Нет у вашего никакого проекта, возмущение это ничего не означает в позитивном плане Ни ЛДПР, хотя Жириновский всех разносил, сдайте деньги все свои, все ваши деньги наворованные, все отняты у народа Вот вы оставили ни с чем стариков, нет никакого проекта, ни от Жириновского, который мог сам Внести, ни от его фракции, ни от депутатов отдельных этой фракции, каждый отдельно мог вносить один проект Все они имеют право законодательной инициативы Поэтому эта картина довольно-таки ясная и довольно прозрачная И люди понимают, что одно дело всякого рода заявления во время выборной кампании, а другое дело результаты Поэтому анекдот такой ходит, что вот провели социологическое обследование, как относятся избиратели к кандидатам Ну и вот по результатам этого обследования 20% послало этих кандидатов на Еще 20% в, еще 20% к, остальные не определились Вот итоги этого обследования То есть, в общем, и на уровне, как говорится, высоком политическом, и на уровне анекдотов Всем уже стало ясно, что эта выборная система совершенно безответственна перед избирателями И это, кстати, безответственность и позволяет принимать такие решения, которые совершенно не в интересах избирателей Которые противоположны интересам громадного большинства Ну все сейчас вот, все, кто считали или проводили опросы, все говорят, что не менее чем 80% избирателей против той пенсионной системы Которую предложила и провела через Думу в Единой России То есть ни о каком тут контроле избирателей за депутатами тут не может идти речи А что такое отзыв депутатов? Ну, значит, если мы понимаем, как сейчас организованы выборы, невозможно отозвать депутатов Как вы будете отзывать? Вот он и есть депутат от партии Как вы можете отозвать депутата Иванова? А он депутат от партии Единой России Если вот вы к нему имеете претензию, как к депутату Никак вы не можете его отозвать Всю партию отозвать, но это другая задача Это неразрешимо в таком виде Что из одного депутата вы всю партию будете отзывать Нет Были так называемые андомодатники, они опять снова могут появиться Вот потому что у нас колебания бывают в формировании системы То они есть, то они нет Но их можно отозвать Но если это депутаты, которые избираются по территории всей России Это невозможно снизу организовать отзыв этих депутатов Поэтому это нереально Поэтому кандидаты могут обещать всего что угодно А ответственности никакую они за это не несут И этой же задачи разделить вообще то, что обещают И то, что намечают, и то, что выполняют Отвечает и так называемое разделение властей Вот надо сказать, что многие, в том числе и нынешние политологи Ходят с такой идеей, как здорово и хорошо разделение властей То есть вот есть, допустим, власть судебная, а есть и судебные приставы исполнителей Поскольку я имел отношение к созданию профсоюзной организации судебных приставов исполнителей Вот я могу вам доложить, что то количество решений, которые сваливаются на службу судебных приставов Которые они должны исполнить, оно намного больше, чем возможно использовать без нарушения закона Поэтому исполняется только часть, причем какая часть? Та, которая больше связана с финансовыми поступлениями в службу судебных приставов Потому что если вот надо арестовать какой-то дом А он может тянуть и на сотни миллионов Ну тогда это быстро решается А когда нужно какую-то решить проблему для обычного человека, который выиграл суд И думает, что после этого он реализует решение суда Вот то количество времени рабочего, которое имеется у судебных приставов исполнителей Не совпадает с тем количеством времени, которое требуется для правильного Выдержанного с точки зрения законов исполнения судебных решений Не говоря уже о том, что из-за этого разделения властей Даже решение судов не попадает вообще в службу судебных приставов ни на каком уровне Если вы выиграли суд, то вы, получив это решение суда, потом придете к помощнику судей и попросите исполнительный лист В исполнительном листе будет написано, что должны сделать, с кого и сколько чего взыскать И службу судебных приставов не только не интересует, а просто даже и не информирует о том, о чем был разговор Что решалось на суде, в чем решение суда И никто ваше решение суда и брать не будет, если вы пойдете к старшему судебному приставу С этим решением сказать, приносите исполнительный лист с номером И мы возбудим исполнительное производство и будем реализовывать Точно так же, те решения, которые исполняют органы законодательные Они никак не коррелируются с возможностями тех органов, которые их исполняют Поэтому вы прекрасно знаете, что у нас решения бывают одни А с исполнением дело обстоит очень плохо Например, в 2008 году, я мелкие примеры не хочу приводить, чтобы не мелочиться И в 2008 году товарищ Путин, который был тогда премьером Подписал как глава правительства концепцию социально-экономического развития России на 20 лет Прошло время И они благополучно все забыли А концепция была хорошая Вот можете поинтересоваться Есть газеты того времени Концепция хорошая Там была заложена рост производительности труда Там было заложено повышение заработной платы И значительное повышение реального содержания заработной платы Ну и вот то, что называется техническим прогрессом Туда входило как составной элемент Хороший документ на самом деле И вот у нас проходили Дни Петербургской философии Или философии в Петербурге, лучше так их называть И вот приехал товарищ Степашин По приглашению нашего бывшего декана А наш бывший декан был членом Совета Федерации И вот он ведет Степашин отвечает на вопросы И я тоже задаю вопросы Он отвечает на вопросы Как там они Какие-то мелкие расходы И план по реализации этих мелких Контролирует Я хочу сказать А можно крупный вопрос задать? И задаем вот такой вопрос Ну а как с выполнением программы Социально-экономического развития Страны до 2020 года Ну уже где-то недавно было Лет 24 или 5 назад Степашин говорит Сразу заулыбался так весь И говорит Ну она корректируется Новое слово в области планирования То есть если у вас план должен По идее преобразовывать действительность То вот оно столкнувшись с действительностью Ужаснувшись И этой действительности Он вдруг скукоживается И приспосабливается К этой действительности Которая идет совсем не таким путем А как она может идти Если это не план Если этот план Никаким документом вообще говоря Не является Надо сказать Что и сама эта концепция Она кем утверждена? Председателем правительства А для кого она документ? Ну для правительства Что внутри На заседание правительства Не надо спорить Уже утверждено А она является Нормативным документом Обязательным для кого-нибудь? Нет Почему? Потому что какие обязательные документы? Перечисляю конституции Раз Ниже пошли Конституционные законы Два Федеральные законы Три Конституционные законы Требуют две трети Голосов Федерального собрания Федеральные законы Достаточно Простым большинством Потом идут указы президента Указы президента Потом постановление правительства А потом Уже Идут распоряжения местных органов власти А это Решение Что председатель правительства Подписал эту концепцию Своим распоряжением Что я утверждаю своим распоряжением Ничего не означает Это документ для того Чтобы вот Сейчас я подпишу Конспект свои лекции И вам отдам Чтобы вы видели Что это мой конспект Читайте Из этого исходить И вам сдавать Больше ничего Поэтому Вы видите Что Одни и те же вопросы Поднимаются Особенно на всяких встречах На всяких Выступлениях Когда скажем Выступает президент И рассказывает В течение четырех часов Разных Отвечает на разные вопросы Ну и Потом Вдруг Вдруг Скажем Мы наблюдаем Такие попытки Превратить Выступления В нормативные документы Когда говорят Мы выполняем Выступления президента А как можно Выполнять выступления Ну как Представьте себе Может ли страна Выполнять выступления Сталина По радио Странно Но есть выступления Есть решение Государственного комитета Обороны Есть постановление Правительства Потом президент Он Не лишенный Прав Он может Указ создать Но это Хоть четвертая степень Важности документов Четвертая Я повторяю Конституция Конституционные законы Федеральные законы Указы президента Четвертой степени Или добиться того Что было принято Постановление правительства Это не так сложно В пятой степени Ну как Как можно Выполнять Выступления Ну вот речь Ленина перед Красноармейцами Как можно Выполнять Непонятно Ну как можно Выполнять И какую-то речь То есть мы Так попадаем В такой странный Мир С вами Да и как люди Которые приобщены К науке Мы естественно На это смотрим Критически Потому что Наша задача Как представители Истины От истины Не отходить И если Мы Хотим Чтобы у нас Что-то в жизни Менялось В лучшую сторону Но надо Чтобы положительные Решения Реализовывались А не оставались Просто Отговорами На бумаге Вот Именно Поэтому Или этим Объясняется То что Товарищи Профсоюзники Озаботились Тем Что было бы Все-таки Осуществлено Право отзыва Депутатов На основе Принципа выборов Через трудовые Коллективы Которые делают Отзыв С участием Практически Если вы сейчас Хотите Сейчас Хотите Возьмите время После 36 1936 года Когда выборы Стали проходить По территории Это вот Критическое Замечание В адрес Предыдущей Системы Выборов Ну если Напрямую Идут выборы В Верховный Совет И скажем Участвуют Полмиллиона Избирателей Чтобы избрать Одного депутата Могут Эти полмиллиона Избирателей Отозвать Одного депутата Чем больше Избирателей Тем Сложнее Отозвать Потому что Надо чтобы Более половины Проголосовало За отзыв Так Так Ну вы можете себе Представить Что снизу Можно собрать Если Полмиллиона Если полмиллиона Допустим Избирателей 250 тысяч Надо собрать Не меньше Как это можно Собрать Никак Поэтому никаких Таких Случаев Когда был бы Отзыв Но если он Непосредственно Не инициирован С самими государственными органами И партийными органами Которые за этим Следили И организовывали Снизу Это организовать Невозможно Поэтому никакой Это не отзыв Поэтому никакого Отзыва и не было Поэтому Когда вот сейчас Мы спрашиваем Как же так получилось Чтобы такие люди Безголовые Как там Хрущев Или такие Безграмотные Секретари Как Горбачев Которые Какую-то чушь Несли Насчет Перестройку Особенность Этого этапа В углублении Перестроечных Процессов И хотя Как показали события За вот этой Фразеологией Кое-что и проступает Потому что Если вот анализировать Слово Перестройка Им так Медленно писать И думать На тему Перестройка Это изменение Общественно-экономического Строя Что говорил Горбачев А где-то приняли решение Про перестройку А нигде Нигде Никакого решения Про перестройку Никто не принимал Потому что Был 27-й съезд И 27-й съезд Принял решение О Интенсификации Производства А потом вдруг На январском пленуме 87-го года Появилась Вот эта фразеология Про перестройку И какие-то пошли Приставания Генеральных секторя К гражданам Вроде такого рода Что А вот вы за перестройку Вы перестроились Или не перестроились Вы еще не перестроились Хотя Слово перестройка С точки зрения Философской Оно означает Изменение Белокуза Направление Этого изменения То есть Может произойти Позитивная перестройка Может Негативная Например Кремль Нынешний Каменный Московский Это же результат Перестройки Был деревянный Кремль Перестроили И стал каменный Потом пойдем Мы к нам На площадь Исаакиевскую И там мы Обнаружим Большой Выставочный Зал Около него Стоят Кони А что это вдруг Кони Такие скульптуры Садников С конями Стоят Около Выставочного Зала Может быть Там просто Такие картины Про коня Нет Это была Царская Конюшня Если Конюшню Перестроили Выставочный Зал Хорошо же А давайте Выставочный Зал Для возвращения Таких Исторической Правды Превратим Обратно В конюшню Это будет Не очень Перестройка То есть Слове Перестройка Нет Указания Того Куда Эта Перестройка Идет Например В слове Контрреволюция Понятие Контрреволюция Заложено Движение Назад Понятие Революция Заложено Движение Вперед Вот почему Иногда Когда делают Какие-то перевороты Явно Отрицательные При этом Употребляет Слово Революция Оно носит Положительный Такой характер Как говорят Там Тюльпанов Революция Тюльпанов Это в Киргизии Переворот Или Бархатная Революция Где В Грузии Там Рос Рос В Молдавии Наверное Бархатная Скорее всего И так далее Ну Вот все эти Оранжевые Революции На Украине Какая там Революция Там Контрреволюции Тоже нет Потому что Контрреволюция Был капитализм Остался капитализм Правильно Но была одна Группировка Пророссийская Капиталистов А теперь Проамериканская Власть А какой там Революции Может идти речь Не о какой Короче говоря Вот Наверх Продвигаются Такие люди Которые Вообще Должны быть Далеки От Властных Функций Поскольку Они Либо вообще Не могут Говорить Либо Несут Несу светную Чушь И Люди Которые Обычные Нормальные Люди Не имеют Никаких Рычагов Их Отозвать Вот товарищи Профсоюзники Озадачились Этим И вот Записали В свою Программу Такой пункт Осуществление Права отзыва Депутатов На основе Принципа Выборов Через трудовые Коллективы Которые Делают Отзыв Осуществим Практически А почему Выборы На основе Через Трудовые Коллективы Делают Отзыв Осуществим Практически Почему Очень просто Потому что Если Депутатов Избирает Коллектив Вот он Избрал Допустим Коллектив Кировского Завода Избрал Четырех Депутатов Горсовета Четырех Потом Один из этих Четырех Перестал Работать Что он делает Собирается Конференция Кировского Завода На нем На Кировском Заводе Было 35 тысяч Человек И Одного Иванова Отзывает И Избирает Вместо Иванова Петрова Когда Когда Хотят То есть Никакой праздник Не надо организовать Вот выборы Они все время Должны быть Эти депутаты А те Кто не устраивает Их все время Можно отозвать Поэтому Собственно говоря Устраивать Какую-то Кампанию По выборам В общем-то Нет никакой Необходимости Потому что Все кто плохо Работает Их всех Надо отзывать И можно Их отозвать Как это Делается Как только Он получает За отзыв Больше 50% Все он Больше не депутат Это затрагивает Как-то Портит Работу Городского Совета Да никак Не портит Потому что Городской Совет С Кировского Пришел Вместо Иванова Петров Здравствуйте Здравствуйте Меня зовут Петров Вот бумага Я вот Решение Конференции Ну хорошо Товарищ Петров Так А у вас Там С металлического Завода Еще Сидоров Есть Есть Теперь Не Сидоров А Кремнев Ну Кремнев Какая разница То есть Советы По своей Структуре Представляют Собой Представителей Трудовых Коллективов Значит Есть Такая Такая Инструкция Была В свое Время По выборам Депутатов Советов Которая Действовала До 36 Года По этой Инструкции Избирались Для избрания Достаточно Было Чтобы На Собрании Присутствовало Порядка 38 Процент Коллектива Трудового То есть Видимо Это Одна Смена Плюс Еще Кто-то Пришел Еще Не Своей Смены Это Достаточно Это Плохо Или Хорошо Что 38 Процентов Они Не Более 50 Да Хорошо Потому Что На самом Деле Если 38 Процентов На Заводе Голосуют За Одного То И все 100 Проголосуют За Это Потому Что Это Совершенно Понятно Потому Что В Коллективе Есть Определенные Настрои Определенное Понимание И Это Случай Чезвычайне Когда приходится Кого-то Отзывать Значит Он должен Такое Сделать Когда То есть Он перестал Работать Не отвечает Требованиям Его Отзывают Направляют Другого Поскольку Я Мне Приходилось Вот Однажды Проходить Через Выборы Такие Это Выборы Еще Только По Выдвижению Кандидатов Я Был Кандидатом В Народные Депутаты СССР По Национальному Ленинградскому Национально Территориальному Округу И В В том числе Проходил Через Кировский Завод На предмет Выдвижения Кандидатом Не на предмет Избрания Избрание Было по Территории Тогда уже В течение Трех дней Собралось КБ Кировского Завода Шесть Тысяч Человек И вот Это КБ Меня Выдвинуло Потом Это КБ Значит Это Выдвижение Выставило На конференцию Кировского Завода А на конференции Кировского Завода Другого Избрали На Кировском Заводе За три дня Собирают конференцию Шесть тысяч Это КБ Танковое Производство Ну а конференции Ну за неделю Кировского Завода Через неделю Если ты Если ты был Кандидатом Депутатом Ты перестаешь Быть Если ты Избираешься Депутатом Ты становишься И эта система Существовала До 36 Года Начиная С формирования Советов Которые Осуществляли Еще До Установления Советской Власти Поскольку Советы В России Существуют С какого года Детка Что у нас спрашивается Мы из Японии Советы В России Мы кто Родина Советов Какая страна Да Что Какая-нибудь Другая страна А не Россия Читайте Книгу Ленина Развитие Капитализма В России В которой На огромном Массиве Данных Которые Присланы Были В Сибирь В Шушинск Где Ленин Писал Эту книгу Где он Показывает Что она Глубоко Уже Капиталистическая Страна Была Даже В деревне А не Феодальная Страна А настройка Была Феодальной А вы Про страну А не Про государство Сказали Неточность Если бы Сказали Государство Да Государство Конечно Феодальное Но Формация Еще Феодальная Потому что Кто стоит Какой класс Стоит У власти Этим Определяется Характер Формации Формация Пока Еще Феодальная Это Получилось Или наоборот Феодальная От слова Феод Феод Это Кусок Земли Вот Борьба С этим Классом Уже Была Делом Крестьян Под руководством Большевиков Вот Большевики Пошли Навстречу Крестьянам И Приняли Декрет О земле Который Ликвидировал Это Помечащие Земле Полностью И сказал Что советы Могут брать Вот эти Самые советы Которые Избирали Кто Сами Трудящиеся На земле Вот Кто На земле Избирает За какая Мера Была Буржуазная Или Социалистическая Разделение Земли По едокам Буржуазная Конечно После Того После Того Началось Развитие Буржуазное Развитие Деревни Широкое Ну Одни Стали Обеднять Другие Стали Обогатеть Как В условиях Товарного Хозяйства И Получается И Снова Получилась Та Структура Которая Была Обедняки Середняки И кулаки К 28 Году Все Сложилось И Пришлось Делать Социалистическую Революцию В деревне Которая Называется Тот Кто Представлял Соответствующие Представителей Труда Трудящихся А что Касается Фабрик И Заводов То Вот В том Даже В Конституции В Первой Советской Было Заложено Неравноправие Почему Потому что В деревне Это были Частные Собственники Отдельные Трудящиеся А в городе Это были Государственные Предприятия И вот На фабрик И заводах На фабрик И заводах Один Человек Избирался Один депутат От Меньшего Числа Чем От От Каких-то Крестьянских Организаций Так То есть Россия Я вам Вас информирую Что В 1905 Году Открыла Советы Ну Это Открытие Советов Дни Низ 1905 Году В Иваново И Это Не Очень Было Ясно Для тех Кто Их Открыл Что они Открыли Хотя Сразу Советы У нас Объявились В 37 Городах В том числе И в Санкт-Петербурге И в Москве И было Вооруженное Восстание В городе Москва Которая Решала Задачи Буржуазной Революции И можно Сказать Что во многом Решила Вот Это Была Первая Русская Революция Которая Привела К тому Что появился У нас Парламент Была Гинская Дума А Второе Издание Советов Было Уже В 17 Году И опять Таки Кто Их Создавал Ну Вот Трудно Сказать Что Большевики Никак Не Получается Сказать Что Большевики Потому Что Большевики В это Время Были Одни За Границей Другие В Ханнском Край Оттуда Добираться До Советов Было Трудно И Первый Съезд Советов Который Состоялся В 17 Году В Апреле На Нем Ой Не в Апреле В Июне В Июне В 17 Года Вот В Нашем Нынешнем Университетском Здании На Улице Которая Называется Кадетская Линия Или На одной Стороне Улицы Которая Называется Кадетская Линия Там Есть Соответствующая Запись В Июне 1917 Года Съезд Был ССР Меньшевистский По своему Такому Социальному Политическому Составу Но Время Вот Короткое С апреля С июня По Ноябрь С июня По ноябрь Что Прошло Почти Полгода Примерно Полгода За это Время Благодаря Тому Что Бурные Проходили События Отношение Которым Тоже Очень Быстро Формировалось А эти Советы Формируются Через Трудовые Коллективы Значит От этого Завода От этой Фабрики Пришел Был уже Время Время Отношение Авторитет Большевиков Большевиков Вырос Вырос Настолько Что Переизбрание Советов Путем Отзыва Депутатов На основе Принципа Выборов Через Трудовые Коллективы И направление Уже Других Депутатов Которые Стояли За Большевистскую Программу Программу Фабрики Рабочим Землю Крестьянам Это Привело К тому Что Прочный Политический Такой Кулак Образовался В Санкт-Петербурге Поскольку Петроградский Совет Стал Большевистским Войска Северного Фронта Их Совет Северного Фронта Тоже Большевистский В Москве Совет Московский Совет Депутатов Рабочих Тоже Стал Большевистским И Сложился Такой Мощный Политический Кулак Про который Ленин В специальной Работе Выбор Учредительное Собрание И диктатура Патриата Рассказывает Что Получив Такой Перевес Сил В важнейших Местах Большевики Могли Решать Задачу Взятия Власти Установления Советской Власти А дальше Декрет Советской Власти Решение Второго Съезда Советов Призвавшие К созданию Советов Повсеместно И дело Которое Они должны Делать В первую очередь Передавать Землю Крестьянам Сразу Привлекло На сторону Советского Правительства Громадное Большинство Крудящихся И там Ленин рассматривает Вопрос о большинстве Меньшинстве Таким образом Нам говорят Вы сначала Завоюйте Большинство В каких-то Органах Представительных А потом Вот берите Власть А мы Говорим Пишет Ленин Мы сначала Возьмем Власть Там Созрели Для этого Условия И используем Эту власть Для привлечения На свою сторону Большинства Народа Мы Прекрасно Понимаем Что для того Чтобы революция Победила Надо иметь На своей стороне Большинство Народа Без этой Задачи Нечего И подниматься На революции Но вот это Большинство Нам предлагают Отложить До того Когда И проголосуют Избиратели А как Голосуют Избиратели При парламентском Строе Буржуазном Очень просто Значит У кого есть В руках Собственность У кого есть Средства Производства У кого есть Газеты Издательства Журналы Все средства Массовой информации Вот Эти Люди И обеспечивают Себе Политическую Власть Но можно И копнуть Более глубоко В буржуазном Обществе Какая идеология Господствует Буржуазная 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 В силу чего В силу того Что общественное Бытие Определяет Общественное Сознание Поэтому Люди Которые Призывают К тому Чтобы Дескать Вы дождитесь Когда вы Получите Большинство Вот у нас Такие Наивные Люди Сейчас есть В лице Кого В лице КПРФ Как вы Думаете При буржуазном Строе Когда-нибудь Проголосует Большинство За коммунистов Ну А Навряд ли Правда И не только Навряд ли Наверняка Они всегда Будут Не на первом Месте Почему Ну в силу Того Что Для распространения Буржуазной Идеологии В буржуазном Обществе Лучше условия Материальные Чем для распространения Коммунистической Идеологии О чем тут Говорить И тем не менее Так сказать Вот такая Наивная Точка зрения Которая Ничего общего По крайней мере Не имеет То с той позиции Которая у Ленина Есть по этому поводу Наверное он лучше Разбирается В вопросе о том Как можно Установить Советскую власть Чем Нынешние лидеры Компартии Российской Федерации Вот Так вот Именно благодаря Вот этому праву Отзыва Не самому Не про углашению Права А фактической Возможности Отзыва Получилось так Что Советы Которые Политически Были органами Эсеров И меньшевиков Вдруг превратились В органы большевиков В самых решающих местах И это же Относится и вообще Ко всей деятельности Советов Если Советы Избираются Через трудовые коллективы То дальнейшее Оформление Государственной Власти Идет в два Этапа Городские Советы Должны Из своего Состава Депутатов Которые в каком-то Коллективе Были избраны Отправить На съезд Советов Не в Верховный Совет А на съезд Советов То есть Как бы никаких Других Советов Кроме низовых Советская власть Не предполагает То есть Совет Это территориальные Органы Состав Который Избран Через трудовые Коллективы Территориальные Почему? Потому что Они власть Не над рабочим Классом А над всеми На этой территории Органы Которые являются Органами Власти Над рабочим Классом Называются Органами Самоуправления Таковыми Являются Фабрично-заводские Комитеты Если вот Вы копнете Эту тему Тоже важную Политическую То Фабрично-заводские Комитеты Это было Такое Широкое Широкое Движение Во всей Европе И были Даже Целые Сиезды Этих Фабрично-заводских Комитетов Но поскольку Они не превращались В территориальные Органы И они По существу Были Над стройкой Над Самими Рабочими Ну Фабрично-заводской Комитет Кто ему Подчиняется Рабочие С этого Завода Потом С другого Завода Потом С третьего А никто Остальные Никто И не собирается Им Починя Они Никто Для Жителей Никто Для Представителей Других Классов И слоев И поэтому Они Никакой Властью Стать Не могли И поэтому Вот эта Подмена Движения За создание Советов Движением За формирование Фабрично-заводских Комитетов Она Главным Движением Никаким Никаким ПСС Другого Способа Выдвижения Кроме Как Через Травы Коллектива Не было Поэтому Никто Со стороны Который Бо Не прошел Через Коллектив Через Это Сито Попасть Не мог Сейчас Вот Есть Муниципальная Сито Знаете Где Которая Используется Как раз Для других Целей Непонятно Какие Муниципалитеты И как Туда Проходят И вот Одни Проходят Через Муниципальная Сито И тогда Они Могут Пойти В другие Органы Власти А другие Нет С 1936 Года Если Человек Прошел Через Трудовой Коллектив И в Трудовом Коллективе Его Кандидатуру Одобрили Как Кандидата И Собственно С этой Визитной Карточкой Он Выставлялся На Выборы Его Избирали Как Кандидата Выдянуть Таким Коллективом И Как Сам Коллектив Был Некоторой Гарантией Но Никаких Обязательств Перед Коллективом Депутат Уже Не Имел Коллектив Не Мог Его Отозвать Потому Что Он Не Депутат Этого Коллектива А Лишь Только Кандидат В Один Коллектив И Поэтому Вот Произошло Такое Размыкание То Есть Во Власть Он Может Попасть А Отозвать Уже Невозможно Особенных Таких Данных По Этому Вопросу В Литературе Немного Но Мне Приходилось Считать Что По Нижегородской Области В 1935 Году Было Отозвано 300 Депутатов Разных Уровней Трудовыми Коллективами Пока Еще Действовал Этот Порядок А Уже С 1936 Года Таких Данных Вообще Нет Чтобы Кого То Отозвали Ну Как Вы Отзовете Представьте Себе Депутат Верховного Совета Его Избирает Такая Масса Людей Что Предположить Все Что Люди Которые Его Выдвигали Могут Как-то Сорганизоваться Собраться И отозвать Это Абсолютно Нереально И поэтому Никакого Отзыва Не было А если Не было Отзыва Депутатов Начиная С 30 Годов Прибавьте 50 лет До 80 Годов 50 лет Депутаты Были В положении Таких Меняясь От Года К году Депутаты Были В положении Таких Людей Которых Отозвать Невозможно Поэтому Это Не могло Не привести И привело К заражению Всего Партийного Аппарата Вот Всеми Этими Болезнями Мелкобуржуазными Которые Так Называются Карьеризм Вы Ко мне Приходите А у меня Обе руки Заняты Почему Потому что Одно Режусь За это место За это кресло А следующей Рукой Другой За более Вы Видите У меня Руки Заняты Я вам Не могу Ничем Помочь Или Бюрократизм Когда я Обеими руками Держусь За это место Потому что Меня Туда Кто-нибудь Туда Не дает Отсюда Не выковырить Меня А вы Пришли Я не могу Вам помочь У меня Руки Заняты Местниче Местничество Местничество А вы Родом Аскель Будете Из Тверской Области Тверская Область Тверская А я Из Томбовской Области Нет Нет ли Тут Из Томбовской Земляческих Каких-то Принцип Нету Значит Отходи Так Местничество Ведомственность Так Вы А вы По возрасту Системе Проходите Я по возрасту Все будет Хорошо Без папки Когда у вас зачет У нас экзамен Экзамен Ну все Хорошо Все нормально То есть Это явления Как их Можно характеризовать Когда Когда Во главу угла Берутся Высшие Интересы Общественные Интересы А интересы Какие-то Частные Особые И вот Это Выставление Этих Особых Выше Чем Частных Оно Противоположно Принцип Приоритета Общественных Интересов То есть Депутаты Начинают Вести Позицию Политику Противоположную А поскольку Эти депутаты Одновременно Могут быть И партийными Руководителями Секретарями Райком Эта практика Она Начинает На правящую Партию Распространяться И правящая Партия Он С одной С одной И потому Что он Уже Депутат Допустим Городского Совета И вот Его Поддерживает Как поплавок На Посту Члена Обкома Или Члена Горкома Партии И так далее Вот я Поскольку В 90-91 Году Будучи Профессором Нашего Университета Был Членом Обкома Партии Нашего Ленинградского Я Эту Картину Так Увидел Изнутри Поскольку У меня Были Как говорится Все права И корочка Членом Обкома И я Присутствовал На заседаниях И голосовал Пленом Обкома Там И избрали Бюро Избирали Или Какие-то Были Доклады Отчеты И я Наблюдал Какое Самое Место Самое Глубоко Засекреченное Строго Охраняемое Вот Еще Было Такое Время Когда мог Смольный Показать Партбилет И пройти Через Некое Время Это Закончилось Уже С корочкой Членом Обкома Можно Пройти А с Партбилетом Заказываете Пропуск Но Если Вы При Этом Со Своим Партбилетом Попробуйте Пройти В столовую Обкома Там Стоял Человек С Ружьем Это Было Первое Такое У меня Было Впечатление Довольно Интересное Думаю Какое Самое Такое Важное Место Ну И Вот Солова И Конечно Первого Секретаря После Убийства Кирова Там Его Охраняли А Так По Смольному Можно Было Ходить Совершенно Спокойно Вот Воспользовавшись Этой Возможностью Я Поставил Вопрос Изгнания Из партии Проводящей Антинародную Политику Антикоммунистической Фракции Горбачева На Институт Которого Тут Был Полученно Сносит У нас Через него Как раз Был его Институт Который Занимался Между прочим Разработкой Топлио Для ракет Неплохой Такой Институт И Неслабый Вот Он Был членом Корреспондентом Академии Наук А он Так Спокойно Предоставил Слово Голосование Было 17 человек Из 200 Проголосовал За мое Предложение Товарищ Белов Который Сейчас Лидер Компартии Российской Федерации Проголосовал Против Моего Предложения А перед Этим Он Как бы Выступал С критическими Замечаниями Как бы Казалось Что он Критикует Позиция Его Стала После Этого Ясна Я хочу Сказать Что я Как раз Увидел Как бы Результат Этого Разложения Если Из 200 Членов Ленинградского Обкома 17 Только Разобрались Что происходит Что происходит На самом деле Предательство Тех Позиции Ради Которых Формировалась Партия Которая Формировалась Ради Защиты Интересов Трудящихся А не Защиты Интересов Толстосумов Которым Потом Собственно Партия Занялась Вот То В общем Эту Картина Была Уже Весна Что Делается И Что Происходит Поэтому Можно Сказать Что Отход От Этого Права Отзыва Депутатов На Основе Принципа Выборов Через Трудовые Коллективы Или Отход От Принципа Выборов Депутатов Он Приводит К заражению Всего Государственного Аппарата В том числе Даже И партийного Аппарата Вот Этими Государственными Болезнями Мелкопружазными И К разрушению Того Строе Который Должен Служить Трудящимся Вот Почему Вот Почему Этот Вопрос Сегодня Он И предметы Научных Обсуждений И в книгах И в статьях Он И предмет Таких И политических Обсуждений Ну и мы Вот В этом Курсе Политические Составляющие Социально-трудовых Конфликтов Не можем Не обратить Внимание На то Что вроде Бы Социально-трудовые Конфликты Представляются Как сугубо Экономические Но Мы уже С вами Заметили Что Вот Когда доходит До объединения Профсоюзов Крупных Они уже Ставят Вопросы Более Крупные Чем Те вопросы Которые Можно решить На уровне Предприятия На уровне Предприятия Можно Решить Зарплату Этого Работников Этого Предприятия Ну с одной Стороны Можно А с другой Сторон Надо понимать Что поскольку Существует Объединение Работодателей То работодатели Вырабатывают Одинаковую Политику Поэтому Если Какой-то Работодатель Будет Сдавать Позиции Перед работниками То Кого Будут Преследовать Работодатели Они Будут Преследовать Работодателя Преследовать Своего Поэтому Потому что Она Не выполняет Отступник Не выполняет Общей Линии Которую Выработали Вообще Мы живем В монопольном Обществе В монополистическом Капитализме Как так У нас Тут определенная Монополия Есть А вы взяли И повысили Зарплату Значит Теперь Ваши Наши Теперь Потребуют Из-за тебя И мы должны Пострадать И вы должны Пострадать И вы Так мы Лучше Выгоним Этого Или что-то С ним Сделаем Как-то Надо Сделать Чтобы Он Разорился Таких Вещей Больше Не Делал Вот Поэтому Это Вот Эта Проблема Проблема Формирования Органов Власти Она С одной стороны Вроде бы Она Далекая От Социально-трудовых Конфликтов Но Социально-трудовые Конфликты Идут Через Коллективы И в коллективах Люди Которые В этом Участвуют Учатся Выдвигать Требования Правильно Вот мы Эти требования Вот более подробно Вот в этом Курсе В этом Году Никогда Не рассматривалось Вот я Вот Эти требования Потому что Эти требования На самом деле Это и есть Вопросы Улучшения Нашей Жизни Или жизни Трудящихся Вопросы Улучшения Жизни Трудящихся Не решить В рамках Одного Завода А как же Может Получиться Какое-то Объединение Трудящихся Ну Кроме Профсоюзных А вы Видите Что профсоюзные Объединения Они Ставят Эти Вопросы Но решить их Не могут Сами Каким образом Может произойти Изменение В политике Если идет Расширяется Волна Социально-трудовых Конфликтов Если Эти социально-трудовые Конфликты Доходят До забастовок А вот Все большие Изменения Не только В нашей стране Но и в других Странах Производят На волне На пике Забастовок Почему Потому что Забастовки Это во-первых Конфликты А не споры Продовые Споры Закончились Когда я Выдвинул Требования Какой уже Спор Теперь Как мы Уже Говорили С вами Конфликт Это Обострившиеся Противоречия Причем Обострившиеся До такой Степени Что сила Аргументов Заменяется Аргументами Силы И Когда Уже Речи Доходит До Забастовки То здесь Уже Путем Остановки Производства Чаще Частичные Остановки Производства То работники Добиваются Выполнения Своих Требований Поэтому Первое Отсюда Откат Назад Должен быть К тому Чтобы требования Были Содержательными Чтобы требования Были Прогрессивными Чтобы требования Были Справедливыми Чтобы требования Были Доказательными Чтобы эти Требования Позволяли Присоединяться К этим требованиям И другим Работникам Потому что Если требования Только Как по принципу Фабрики Рабочим Шприцы Медикам Так сказать Если требования будут такие, каждый там только разбери все, а ведь надо, или надо всем, чтобы все средства производства принадлежали, всему обществу. Если всему обществу, то значит будут богатые и рабочие, и служащие всех видов, вот, и пенсионеры, и студенты, а если речь идет о том, что мы каждый разобьемся, как вот в профсоюзах, на отдельные отряды, вроде отряды и выигрывают, но в целом идет общее сползание назад. Как вот мы сейчас наблюдаем, ну вот 4 года подряд реальное содержание заработной платы в России падает. 4 года подряд. Причем падает значительно, то есть вот зарплата 16-го года, что-то не всегда ты найдешь новые сведения, этот счет, реальная зарплата 16-го года, она составляет 92,5% от уровня 13-го года. Уже забудьте про 100 тысяч 913-й, на который все ссылаются, все, вот у нас через 2013-й от него можем танцевать. Доходы граждан реальные 90,5%, ну это значит, это пенсии, пособия, стипендии и так далее, они еще в большей мере упали по своему значению. То есть, ну здесь 10% отобрали. Ну и прошло всего 3 года, и за эти 3 года отобрали 10% у граждан. Причем механизм этого отбирания очень простой. Он запускается, прежде всего, с помощью нашего Центробанка, который включает 4% роста, ну а дальше уже каждый добавляет сколько может. на 4% с гарантией. Это же сложные проценты, вот 4%, потом опять наворачивается еще 4% по росту цен, повышению цен и так далее. В то время, как количество долларовых миллионеров и миллиардеров у нас возрастает и очень сильно. За 17-й год количество долларовых миллионеров выросло на 10% и миллиардеров на 11%. Чем больше денег, тем быстрее рост. Надо всем становиться миллионерами или миллиардерами, и тогда будет все хорошо. Вот. Вот такая картина. И в этой ситуации организация социально-трудовых конфликтов, если требования появляются прогрессивными, вот мы с вами разбирали эти прогрессивные требования, часть мы разобрали, часть остается для самостоятельного рассмотрения, но они все опубликованы, это все, это требования Федерации профсоюзов России. Вот. Эти требования при своем выполнении приводят к другой социально-экономической реальности, в том числе и другой политической реальности, на чем бы я и хотел остановиться. А как они могут привести к другой политической реальности? Ну, так же, как один раз уже происходило. Вот эти самые забастовки, если они являются массовыми, они приводят к массовому созданию забастовочных комитетов. забастовочные комитеты, согласно закону, который мы с вами изучаем, Трудовому кодексу Российской Федерации, и строго придерживаться, если его, вот эти забастовочные комитеты имеют право, уведомив за три дня, изменить форму забастовки, какую угодно. Хоть от полной остановки производства до остановки его на три минуты, или отдельные участки, самые ключевые, или в шахматном порядке и так далее. То есть, режим труда и отдыха на производстве определяется уже не руководством предприятия, и не хозяином предприятия по закону, а забастовочным комитетом. То есть, органом, который не решает вопросы собственности, а за вопросы охраны отвечает. Он не может допустить того, чтобы нарушалась собственность, поэтому, но он может для этого создать дружины рабочие, которые будут охранять собственность работодателей и порядок на предприятии, а не частные охранные структуры, которые сейчас охраняют. Они остаются как бы для внешней оболочки. Ну, а естественным является для одних и тех же или однотипных органов, или таких органов, которые являются органами выбранными в коллективах, это органы избранные в коллективах, забастовочные комитеты и вдобавок властные, потому что у них власть экономическая, конечно, налицо. причем не надо никакого собрания, конференции, то есть пока как только уже состоялось первичное один раз утверждение забастовочного комитета на конференции, после этого решения забастовочного комитета могут быть самые разные и форму забастовки менять. Постоянно можно уведомить за три дня в администрацию и проводя переговоры, переговоры обязательно, обязательно, если я вас что-то буду по частям отнимать, то нужно все время переговариваться. Я спрашиваю, так вы согласны? Я говорю, нет, не согласна, ну ничего, и завтра можем, и послезавтра переговариваться, обязательно переговариваться надо. И получается, что в стране создается много таких забастовочных комитетов, во сколько много, а может быть тысячи, а может быть десятки тысяч, а может сотни тысяч. Ну, вы, наверное, знаете, что существует закон перехода количества в качество, когда очень много забастовочных комитетов, они, естественно, тоже координируются между собой. Точно так же, как ничего тут нового нет, они координируются между собой, как некая реакция на то, что все работодатели давно скоординированы. Вы пойдите сейчас к Смольному, вот прямо идете к Смольному налево, будет наш факультет, факультет социологии, а направо будет первая же дверь, это союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга. Поэтому ничего такого особо нового забастовочные комитеты не изобретут, если они создадут орган по представительству этих забастовочных комитетов. Как называется этот орган? Совет. Совет это и есть орган, сформированный представителями от различных заводских или воинских коллективов. У нас ходят люди на «Аврору», тем более она обновленная, там железо новое, нища новая и так далее. А самый важный документ старый, а что за самый важный документ? А там вот есть приказ номер один Петроградского совета. На всех ротах, на кораблях создать советы и отправить своих представителей в Петроградский совет. То есть как формировался Петроградский совет, и Московский совет, и другие, или Совет войск Северного фронта, ну сначала какие-то предприятия, ну три, выступили с такой инициативой. Вот нас сидит тут раз, два, три, четыре, пять, шесть человек. Вот от шести предприятий, шести из Добасковых образовался совет, и шести человек. А дальше мы можем выпустить воззвание с просьбой «давайте своих представителей сюда, шестисот». Вообще, несмотря на то, что нас все время учат и как бы всю жизнь учили к тому, что все решает большинство, на самом деле инициатива всегда идет от меньшинства. Уж в науке это точно, все решается одним человеком, ну максимум двумя. Ну открытие, кто делает? Ну один. Ну какое большинство? А большинство, как всегда, пребывает в таком состоянии, не глубоко научном, правильно? И это все время воспроизводится. То есть люди уже освоили этот пласт науки, наука, вперед пошла, опять тут вот один-два и так далее. И с этим связана постоянная борьба, которая диалектически описывается очень просто, что новое, когда рождается, оно слабее старого или сильнее? А? Когда рождается, слабее. Да, оно слабее. А в борьбе кто выигрывает? Ну слабые или сильные? Вот товарищ там сзади говорит, сильные в борьбе выигрывают. Вы не будете спорить в борьбе? Ну вот. Значит, когда новое рождается, передовое, оно сначала, поначалу что? Выигрывает или проигрывает? Проигрывает. Но если оно проигрывает, во всяком есть, во всем есть своя положительная сторона. Когда вы проигрываете, наверное, вы научаетесь меньше проигрывать, реже проигрывать. И потом, в ходе вот этих самых битв и этой борьбы, и это касается и научной борьбы, как вы знаете, там, где диссертации так бывают, если серьёзная диссертация. Если не серьёзно, никто не обращает, не они проходят. Идут. Наконец, начинает выигрывать это новое передовое. Ура! Да здравствует! И вроде как хочется вот так, как сказать, теперь восславить покой и благодать. Но ведь по закону подлости появляется новое-новое, по отношению к которому вот это вот, наше новое, которое уже распространилось и заняло все позиции и уже победило всех, оно оказывается старым. А раз оно распространённое и систематизированное, оно успешно может бороться с новым передовым. и продолжается продолжается тот же самый процесс. Снова опять проигрывает. Но, если оно передовое новое, оно проигрывает, но не пропадает. Потому что невозможно остановить новое передовое. Это вообще закон развития, закон жизни. Если оно передовое, как оно может проиграть? В одном месте, в другом, третьем выйдет, гонит природу в дверь, она влетит в окно. То есть, так или иначе, значит, начинается опять этот рост. И снова. Как-то, вот у меня была такая ситуация, когда меня директор дома, политпросвещение, говорит, Михаил Васильевич, выручайте. Сейчас придут артисты, их 40 человек, драматических театров, надо прочитать лекцию. Лектор заболел внезапно. Да, а что я буду? Как вам? Вы помните, представьте, артистам, хуликсу можно прочитать. Это вам не конфликтологи, конечно. Никто не будет это слушать. И я им решил вот это прочитать, про... Вот это все я им рассказал, про борьбу нового со старой. Сказал, поэтому при полном коммунизме будут трагедии, будут драмы, и поэтому вы работы будете обеспечены. И, так сказать, это успешно, это все завершил. Потому что, что нужно знать артистам прежде всего, как у них будет нормально с этим делать? С драмами-то? С драмами будет все хорошо. Будут драмы, будут коллизии, и будете вы работать, и будут все смотреть. Все хорошо. Вот именно поэтому получается, что вот эти органы, они не потому они соединяются, что это какое-то такое открытие. Да кто же соединил все противники, с которым они борются? Он соединился. Он давно бы повесил эти все вывески. Если везде написано, вот, союз промышленников-предпринимателей, ну, что ж тут додуматься до того, что надо собрать совет? Вот этот совет, представители Забаскова, представляют собой совет в точном, таком, и политико-экономическом, и в политическом смысле. Что такое советы? Если вас спросят, что такое советы? Вот если я вам совет какой-нибудь даю, это не то, о чем вы. Это никакого отношения к советской власти не имеет. Правильно? Я вам советы, денег дать не могу, а советы, пожалуйста, у меня всегда с советами хорошо. А вот если речь идет о устройстве советов, мне вот приходилось быть на семинаре в Бельгии. Меня предложили сделать доклад о советах. Я сделал доклад, его очень хорошо похлопали, опубликовали на французском языке. Потом я везде пытался просунуть в резолюцию этого самого семинара, который был в Брюсселе, что советы – это органы, выбираемые по трудовому коллективу. Мне это не удалось. Я и встречался с генеральным хитарем Бельгийской партии труда, которая партия труда вроде по-русски, и по-английски она звучит, как бельгийская рабочая партия, Бельчин Векис Патри. Но никакие мои. И потом я их досылал, все эти поправки. Нет. То есть там славят, всегда славят советскую революцию, революцию Совета и в России, советская власть. Но что такое советы, и в чём смысл Советов, это очень трудно куда бы то ни было вставить. Нет, ну в науке это нетрудно сделать, потому что в науке учёный может написать статью и опубликовать, поэтому это всё опубликовано. Есть вот наша совместная с Казёновым, профессором Казёновым книга «Советы как форма власти», опубликованная в издательстве Политехнического университета, и там же в эту книгу мы заложили инструкцию по выборам Советов, чтобы было ясно, как практически их избирали. А практически так и избирали по предприятиям. И таким образом получались советы городские, потом все. Советы — это не власть большинства, это власть трудящегося большинства. То есть, если у нас сейчас трудящихся меньше, то, соответственно, это будет власть трудящихся меньше? То есть, в бобинах трудящихся у нас всегда больше. У нас паразитов меньше. А сейчас у нас власть паразитов, если вы хотите на этом языке. Ну кто такие капиталисты? Ну если мы знаем такие данные, что за первый час рабочий вырабатывает эквивалент своей заработной платы. А остальное, он время работает на капиталистов. Кто такие капиталисты? Я не хочу сказать, что капиталисты не участвуют в управлении. В той части, в какой они участвуют в управлении, они не паразиты. Они организуют производство, они управляют, а всякий, как писал Маркс, непосредственно общественный или совместный труд, осуществляющийся в достаточно крупном масштабе, нуждается в управлении, которое выполняет связь, осуществляет связь индивидуальных работ и выполняет функции, вытекающие из движения всего производственного организма в целом. Но, как вы понимаете, в последнее время все более и более собственники заводов, фабрик и пароходов передают эти функции нанятым топ-менеджерам. И потому что они топ-высшие, и потому что на них топают эти собственники. Если меня не устраивает какой-то топ-менеджер, а я собственник, я его могу вызвать каждый день. Поэтому сегодня работа крупных капиталистов, собственников больших достояний, она состоит в том, что я назначаю его генеральным директором. Сколько вам нужно в месяц? Вы только посерьезно. А? 24 миллиона. Вот серьезный человек. Вы не подходите, вы задумались. Вот 24 миллиона. Так, 24 миллиона? Значит, получите 24 миллиона в месяц. Каждую неделю мне будете на Канары присылать электронную почту. Один раз в неделю. Меня чаще не надо, беспокойте. Потому что там у меня укрепление здоровья. Зачем мне эти проблемы? Чего делать? Как делать это? Все. Вот вы управляющий, полностью исчезает ответственность. Как только прибыль будет меньше, вы уволены. Вот я с прибылью, понимаете? Читаю. Вот и все. Вот моя функция. Что еще нужно, чтобы управлять хорошо? Вот порядок. Этот порядок все больше и больше утверждается. Поэтому эти паразиты, вы хотите сказать, что эти паразиты большинство? Ну, поэтому вы и выступили вот с этой своей инициативой. С 24 миллиона. Получите вы 24 миллиона. Но паразитом буду я. Каждый классированный элемент. Деклассированный элемент, это опустившиеся, это люмпины. Это нетрудящиеся. Пенсионеры. А? Пенсионеры. Пенсионеры – это жертвы. Не буду этим. Трудящиеся. Большинство трудящихся берем. Пенсионеры нетрудящиеся. Но они же вне класса пенсионеров. Да. Так они и не трудящиеся. Мы же говорим о... Большинство сейчас. Мы говорим о большинстве трудящихся. Берем трудящихся, их большинство и правит. Но государство-то еще есть пенсионеры, дети, ну и что? Ну и что? Правит всегда класс. Татьяна Боряна. Но государство – это орган класса. Вот раз они вне класса, они и не правят. Вот поэтому вы пенсионера тоже можете избрать депутатом. Некоторые такие есть. Вот, например, так у нас товарищ Жерес Алферов. Хороший был депутат, и есть был депутат Госдумы. Хотя сейчас уже он и заболелся больно, сильно. Он у нас выступал здесь на конференции, посвященной Карлу Марксу. Блестящий, сделал доклад. Так что никто не мешает. Ведь власть через трудовые коллективы вовсе не означает, что только трудящихся этого коллектива или вообще только представителей какого-то ни было класса можно избрать. Избрать можно любого, но за него должны в каком-то коллективе проголосовать. Самый яркий художественный пример этого – фильм «Депутат Балтики». Этот фильм создан, так сказать, по мотивам того, что Тиберязев был в свое время депутатом Балтики. Могут матросы депутатом Балтики избрать ученого-растенееведа? Могут. Это их дело. Они же могут ее отозвать. Потому что это очень просто делается, так сказать. Если вы избирали, вы и отзываете. А если мы его предлагаем, а вот там он избирается, ну, я уже предложить могу, а отозвать не могу. Поэтому мы с вами вот в нашем рассмотрении подошли к вопросу о том, что, поскольку у нас и интересуют политические составляющиеся социально-трудовые конфликты, если это социально-трудовые конфликты, это не беспорядочные выступления, когда вот сейчас мы наблюдаем, что мы сейчас наблюдаем, если мы возьмем статистику всяких конфликтов? Они сводятся к тому, что люди 3-4 месяца вообще не получают зарплату. Потом вдруг останавливают производство без всяких процедур, о которых, скажем, идет речь. В законодательстве. И после этого большое количество их увольняют, набирают таких горемык, потому что эти горемыки, которые выезжают вахтовым методом работать куда-нибудь, в голубую даль, откуда только самолетом можно обратно долететь, очень много, которых выбрасывают в ряды безработных. У нас, говорит, очень низкий уровень безработицы, на 4,5%. Вот сейчас прям пишут, вот сейчас, 4,5%. Вы хотели бы быть в 4,5%? Это очень низкий. Соглашайтесь. И вы тоже не хотите. Очень низкий. Как вот это оценивают люди очень низкие? Те, которые получают зарплаты. И то, что вот тут названо было, если мы возьмем так называемые зарплаты членов управлений разных компаний, то это, конечно, не зарплата, это названная зарплатой, на самом деле, прибавочная стоимость, потому что, если самый тяжелый труд у нас у шахтеров, и они получают чуть не намного больше 40 тысяч и рискуют своей жизнью постоянно, то, следовательно, минус 40 тысяч, 24 миллиона, минус 40 тысяч это прибавочная стоимость. Ну, а, скажем, если это возьмете это вы на Сбербанк равняетесь, потому что вот Роснефть там 28, а Газпром 15 всего миллионов в месяц. Ну, дали бы вам 15 миллионов в месяц. Опасно было бы домой идти после получки. Вот налетят вот эти, неизвестно, как они себя поведут, потому что они, мы не знаем, наверное, не держали в руках 15 миллионов. У меня один товарищ, с которым у нас были контакты на почве того, что он помогал народной правде финансами. Он спрашивает, как-то звонит, говорит, Виктор Савельевич его звали. Михаил Васильевич, а у вас не было проблем, чтобы человек коммерцией начал заниматься? Я говорю, у нас были проблемы, он начал заниматься один, и, в общем, сумасшедший дом угодил. Бывший кандидат наук. Да вот, говорит, понимаете, у нас такая же история, вот, хотели мы тут к празднику премии дать. Одному нашему товарищу, надежному, наличными, дали 12 миллионов, он получил, и он должен был принести. И вот утром сидим, ждем, сейчас он принесет, и мы всем выдадим хорошие премии всему коллективу. Я ему звоню, а он говорит, Виктор Федорович, я на работу больше не приду. Как ты не придешь? Ты чего? Мы же тебе дали, ты сейчас должен деньги принести, надо премии всем выдать. Нет, Виктор Федорович, у меня в левой руке 6 миллионов, и в правой руке 6 миллионов, я больше на работу не приду. И все. И не пошел, и не пришел, и все. На это. То есть, как поведут себя люди, когда они получают такие деньги большие? За что они будут вступать? Как они будут действовать? Это трудно понять. Хорошо нам с вами. Надежно, спокойно. Нет таких проблем. Вот, то есть, само это движение трудовых коллективов, это грамотное использование своих прав, которые уже завоеваны. Потому что мы сейчас говорим не о таких правах, которые надо где-то взять с неба, а создавать воссовочные комитеты после переговоров на основе всей процедуры, которая предусмотрена Трудовым кодексом. Тем более, работа по коллективному договору, которая, ну, государственная, по сути, по смыслу. То есть, люди должны понять, как улучшить жизнь по всем, по основным параметрам. Правильно? Если люди могут составлять коллективные трудовые договоры, то они и анализировать могут коллективные переговоры. Они знают, что хорошо, что плохо, для жизни. То есть, они вырабатывают у себя государственное мышление. Поэтому ничего тут удивительного нет в том, что вот соединившись различные забасовочные комитеты, соединившись в один орган, начиная с трех. Ну, вот если бы три предприятия города Санкт-Петербурга создали забасовочные комитеты, провели бы мощную забасовку, тем более, так складывается дело, что работодатели, они же вот тормозят это все. Они не выполняют эти требования. Ну, выполнили бы, и люди бы прекратили свою организацию. Они не выполняют. Тогда это дело доводится до забастовки. Когда люди уже дошли до забастовки, они уже выросли в плане сознания и понимания, что они вообще могут управлять предприятием, производством, что вообще-то он не нужен. Тот человек, который является собственником этого предприятия. Да и собственность его получена уже все знают, что сомнительным путем. Разве это трудно понять, если, скажем, президент говорит, что мы, дали амнистию капиталов. Но капитал может быть преступником? Нет. Значит, амнистия капиталистам. А амнистия, это, можно считать, это основание реабилитирующее или не реабилитирующее основание? Это вот такое вправе есть понятие, что если это, оно освобождает от наказания, но не объявляет человека невинового. То есть преступление остается преступлением. Только вот время там прошло, и по другой какой-то причине или амнистия. Амнистия, вот это освобождение от наказания по нереабилитирующим основаниям. Поэтому у нас, ну как бы объявлено, почти все капиталисты, почти все, это преступники, но освобожденные от наказания. Так если они преступники, освобожденные от наказания, так это святое дело. Никто их никуда не сажает, а просто у них забирает то, что они получили, не трудясь. И все. Это что такое восстановление справедливости? Ну кто это вот справедливо будет решать? Ни я, ни вы, ни мы. Это могут решить представители трудовых коллективов, если они действительно представители, если это представители крупных коллективов, за которыми имеется реальная экономическая, в том числе, сила. А если у людей нет никакой экономической силы, могут они что-нибудь серьезного решить в области политики? Нет. Поэтому, когда вот рассуждают о вопросах политических, думают, что вот я вот предложения мне, да вносите сколько хотите предложений. Никого это не волнует эти предложения, пока за ними не стоит каких-то реальных сил. И вот мы с вами и подошли к тому, что рассмотрение социально-трудовых конфликтов, оно есть рассмотрение не только экономических проблем, но и политических проблем, потому что трудовые коллективы в состоянии, если они научатся ставить правильные требования и разрешать конфликты, они в состоянии сформировать другие органы власти на других принципах, подконтрольные кому? Трудящимся. Не пенсионерам и не люмпинам и никому другому, а трудящимся. Спасибо за внимание. Значит, у нас с вами теперь 10-го, 17-20, пока в этой аудитории, если другого, я не думаю, что кому-то понадобится в сети эта аудитория, в 17-20, ну мы у нее давайте встретимся, будет консультация, а 11-го у нас будет тоже 17-20, тоже в эту аудиторию, экзамен. Значит, каждый из вас должен написать два листочка ответа на тот вопрос, на те вопросы, которые вы выбрали. Вот те, которые выбрали, это... Это два вопроса. Два. На экзамене два, да. Вы ответили на те вопросы, как вы считаете нужным. Понятно, что если вы их выбрали, я буду считать, что это те вопросы, которые лучше всех знаете. Поэтому, если вы знаете эти вопросы лучше всех, то должны быть какие-то блестящие ответы, потому что, если это какие-то такие не очень хорошие ответы, тогда, значит, остальные вопросы еще хуже. Поэтому это не считайте, что я вам подарок такой сделал, что вы выбираете. Потому что это не подарок, это, в общем-то, общее правило вашей дипломной работы, кандидатской, докторской. Ну, кто выбирает тему? Ну, вы выбираете, вы же должны доказывать, вы должны показать, что вы владеете материалом. Я думаю, что вы это и покажете. Вопросы есть ко мне? Тогда жду ваших вопросов на консультации после Нового года. А сейчас вас с Новым годом, поскольку у нас вот уже наступает. С наступающим. Спасибо. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова